Политкорректно! А воду, политок, надо! А воду, Ивановичу! Людмила Ивановна, добрый вечер! Расскажите, как вчера прошел суд у Сергея Фургалова и остальных фигурантов этого дела? Да, здравствуйте! Вечер, конечно, добрый, но сильно холодный. Но, в общем, вчера этот суд, это все предварительное заседание, наконец собрали всех. Начался он, конечно, позднее, но закончился он в 22 часа вечера по Москве. Его перенесли в заседание на сегодня, опять в 11.30 будет начинаться. В общем, там вчера, ну это как бы закрытое заседание, поэтому только в общих чертах выступили все обвиняемые и их защитники с ходатайствами о том, чтобы дело вообще вернуть в прокуратуру. Потому что это дело вот из 300 томов, там, в общем, столько всяких нарушений, что это, ну, просто невозможно рассматривать это в суде. То есть вот об этом ходатайствовали защита и сами обвиняемые. Вот. А сегодня, значит, должна выступать прокуроры. И в том числе, значит, там будут решаться вопросы о продлении ареста на имущество и самих арестованных, потому что она до 26 декабря. В общем, это все должно быть сегодня. И возможно, что сегодня уже судья вынесет решение и по этим вопросам, и по тому, в каком виде будет сам основной суд проходить. У нас что-то обращение, наверное, на один осталось. Да. Вот, кстати, все написывают, что Хабаровск один остался. И вот самый мой зритель, это в тех городах, где вообще все тухло, и они аж с ума сходят. И когда видят нас, они говорят, можно вздохнуть. Свежий воздух. Ну, новый, оказывается, сегодня день Конституции, никто и не знал. Если бы не напомнили, мы бы и не вспомнили, такая у нас Конституция. По Навальному, якобы Навальный пропал, ну, сегодня узнал, вроде появился. Но от этих нелюдей все можно ждать. По Немцову знаем. Посмотрим дальше, что будет. Ну, и хочу сказать о выборах. Сейчас вот они отрабатывают новую схему. Раньше на выборах, на этих пунктах продавали выпечку. Сейчас они сделают, пробуют систему более хитрую. Вот эти яйца почти золотые по приемлемой цене, а они продают и смотрят огромная очередь, нескончаемая. По-видимому, эта же будет система применена и на выборах. Я Шевчука вспомнил, который говорил, что не надо во все места все целовать. А вот у нашей, вот эти горе артисты, которые прислуживают, там и певцов, младших газманов. Только Лени Колубкова не хватает, Соколов там же. Они все призывают все-таки целовать. Так вот я всех призываю. 17 марта сделайте свой выбор и решите. Либо вам яйца целовать, либо свобода. Марина, в такую холодную погоду вы присутствуете все равно на Комсомольской площади. Почему вы не остались сегодня дома? Всем здравствуйте. Сегодня, наверное, все знают, что сегодня 12 декабря день российской конституции. Ровно 30 лет, как она была принята. Которую, наверное, можно сказать, теперь можно уже и похоронить. Потому что наша конституция не защищает права никакого российского человека. Закон на ней не работает. У нас есть под каждый пункт конституции, у нас есть подзаконные акты, которые ущемляют права любых людей, всех россиян. Поэтому есть конституция или нет, но все равно поздравить всех с тем, что она хотя бы у нас была какое-то время. Поэтому поздравляем. Поэтому мы сегодня собрались всех. Мы собрались, потому что, как всегда, начались суды в Москве. Тех, кто у нас по экономическому делу наших хабаровчан. Мы все переживаем. И как-то переживания всегда перенести немножко легче вместе. Поэтому мы сегодня опять здесь. Продолжение следует...